Здравствуйте, меня зовут Ли Сан Хун. Я являюсь профессором отделения акушерства и гинекологии клиники Аннам при университете Курёде. Сегодня я собираюсь поговорить о криоконсервации и трансплантации авариальной ткани для сохранения фертильности у онкологических больных. Посмотрим видение. Заболеваемость раком во всем мире постепенно растет. По имеющимся данным, за 2018 год диагностировано 8,6 миллиона онкологических больных. Большинство из них пожилого возраста, но известно, что 10% из них находятся в возрасте до 45 лет. Благодаря достижениям диагностики и лечении рака, выживаемость постепенно увеличивается, но также растет заболеваемость раком при бубертатном возрасте у молодых женщин. Однако известно, что химиотерапия и лучевая терапия вызывают преждевременную недостаточность яичников и бесплодие. Сохранение фертильности играет важную роль в лечении рака. Врачи, которые проводят первоначальную диагностику и лечение, должны понимать важность сохранения фертильности. Если вы посмотрите на классификацию химиотерапии, то среди различных типов алкирирующих агентов ганатная токсичность известна своей высокой сложностью. Классификация по степени поражения ганат разделяется на высокие, средние и низкие риски. Упомянутые мной алкирирующие агенты считаются наиболее токсичными, а те, которые мы обычно используем, такие как адриамицин, карбоплатин и таксол, известны как препараты среднего риска. Метатрексат-5-фу, винкристин и другие препараты с низким риском. Если рассмотреть случаи аминореи, возникшие вследствие химиотерапии, часто применяемые при раке молочной железы, в зависимости от возраста пациентов могут быть различия. Например, в возрасте от 36 до 40 лет химиотерапия вызывает аминорею у 70% пациентов, старше 40 лет практически у 100%. Что мы должны обязательно учитывать? Что существует разница между менструацией при ее возобновлении после химиотерапии у онкологических больных и возможностью забеременеть? Как вы знаете, даже при наличии менструального цикла у пациенток после 40 лет вероятность наступления беременности очень низкая. Поэтому даже если менструация возобновится после химиотерапии, факт в том, что ее наличие не гарантирует беременность. Известно также, что лучевая терапия вызывает повреждения ганат. В особенности известно, что у девочек при пубертатном возрасте ганатная недостаточность может возникать более чем 80% случаев при дозе всего лишь 15 Грей. В 2006 году АСКО, Американское общество клинической онкологии, представило руководство по сохранению фертильности. Здесь вы видите С, стандартный метод, а АЙ – исследовательский метод. Эмбриокреоконсервация является стандартным способом. Пациенткам, получившим радиотерапию, экранизация ганат, пациентки с раком шейки матки проводят транспозицию яичников в трахелоктомию. Существуют консервативные гинекологические операции, известные как стандартные методы. Кроме этого, есть криоконсервация авариальной ткани, а ацит-консервация – подавление яичников с помощью антагонистов. В 2013 году та же группа снова обновила руководство по сохранению фертильности, в котором сообщалось о различиях в установленных методах криоконсервации эмбрионов и аоцитов. Как показатель сохранения фертильности, это может быть индикатором для ряда онкологических больных, которым требуется трансплантация, тазовая или лучевая терапия, а также при гематологических раковых заболеваниях, таких как детский рак, рак груди, гинекологический рак, лимфома и лейкемия. В руководстве NCCN в 2012 году был выпущен справочник под названием «Онкология подростков и молодых взрослых», которое для краткости называется AYA. Объектом группы AYA, о котором мы говорим, являются женщины в возрасте от 15 до 39 лет. Если вы посмотрите в руководстве, то сохранение фертильности является неотъемлемой частью в лечении пациентов с AYA. Особенно это необходимо обсудить, если есть риск бесплодия из-за химиотерапии или лучевой терапии. Таким пациентам рекомендуется обратиться к специалисту по сохранению фертильности в течение 24 часов. Если рассмотреть статегии по сохранению фертильности, то в случае с пациентами мужского пола, если возможен забор спермы, то наилучшим способом является криоконсервация спермы. Пациентам до наступления полового созревания такой метод проведения невозможен. В таком случае проводится биопсия ткани яичка. Для девочек до наступления полового созревания единственным методом является криоконсервация ткани яичника. Для женщин постпубертатного периода, в случае необходимости быстрого получения химиотерапии, когда невозможно отложить стимуляцию яичников или пациентка отказывается от стимуляции яичников, тогда проводят криоконсервацию тканей яичников. Обычно женщинам, в зависимости от наличия или отсутствия партнера, могут привести ооцит к криоконсервацию или эмбрион к криоконсервацию. Здесь зеленый цвет является стандартным установленным методом, а оранжевый цвет по-прежнему считается экспериментальным методом. Далее я расскажу о методе криоконсервации тканей яичников. Существует два способа замораживания. Метод медленного замораживания и метод витрификации, то есть сверхбыстрого замораживания. Представляя процесс медленного замораживания, мы сначала выбираем ткань, затем срезаем ее до нужного размера, а после погружаем ткань в медицинский раствор. После мета-обработки ткань яичника замораживают с помощью компьютера. Проходит процесс отсеивания, а затем сохраняет в емкости СЛН, жидкий азот. Витрификация не требует компетизированного оборудования и представляет собой метод погружения ткани в емкость ЛН сразу после обработки ткани в среде. Возможно, вы знаете, что в клинике по ЭКО, после обновления этих методов, эмбрио и ооциток к реконсервации значительно улучшились результаты ЭКО у пациенток. Однако, как я расскажу вам позже, витрификация мембриона и ооцита, представляющего собой одну клетку, эффективна. Но так как ткань яичника является тканью, где собраны многочисленные клетки, поэтому метод медленного замораживания по-прежнему лучше. Затем, когда мы замораживаете ткань яичника, она не замерзает целиком. Приморадиальные фолликулы, которые мы оцениваем, находятся на расстоянии 0,75 мм от внешней части коры яичника. Другими словами, большинство приморадиальных фолликулов расположены в пределах 1 мм, поэтому, когда ткань яичника заморожена, большая часть ткани с тромой не сохраняется. Будет заморожена только область коры. Эти процедуры могут быть выполнены клинически после накопления данных различных экспериментов, а не для немедленного проведения клинических испытаний на пациентов. Для этой цели используется модель ксенотрансплантации. Для модели ксенотрансплантации мы используем SCID мышей с дефицитом как B-клеток, так и T-клеток. Мы анестезируем этих SCID мышей и трансплантируем ткань яичника человека в мышцу спины или капсулу почек SCID мышей, а затем мы тестируем результат трансплантации. Если вы посмотрите на результаты, этого через месяц после трансплантации, то при повторном заборе тканей яичников можно увидеть большое количество фолликул яичника. Как я упоминал ранее, креоконсервация тканей яичников представляется в качестве экспериментального способа, но по мере постепенного развития технологии результат улучшается и, как упоминалось ранее, медленное замораживание более эффективно, чем бетрификация. Если вы посмотрите на показания креоконсервации ткани яичников, она проводится в том случае, если у пациентки вследствие лечения химиотерапии или радиотерапии риск возникновения преждевременной недостаточности яичников превышает 50% и возраст моложе 35 лет. В действительности, беременность возможна через 5 лет после проведения лечения онкологии. Если ранее не проводились химию и радиотерапия, при отсутствии многочисленных метастаз, возможна беременность. После креоконсервации ткани яичника мы проводим трансплантацию. Методы трансплантации можно разделить в зависимости от наличия сосудистого анастомоза. В зависимости от места имплантации, его можно разделить на ортотопические и гетеротопические. Ортотопическая имплантация – это метод имплантации яичников в том месте, где находился яичник, либо где находится связка яичника или яичниковая ямка, перитониальный мешочек. В противном случае метод имплантации на предплечье или брюшную стенку называют гетеротопическим. По имеющимся данным, ни одного живорождения гетеротопическим способом не зарегистрировано. Все зарегистрированные на данный момент живорожденный путем ортотопической трансплантации. В 2001 году группа Октей сообщила о минимальной трансплантации авариальной ткани. В той же группе в 2003 году сообщается о трансплантации авариальной ткани на предплечье. Как видите, выпуклый выступ был местом, куда была имплантирована авариальная ткань. И в действительности мы увидели, что сформировался фолликул яичника, а также был извлечен аоцид. В 2008 году в Nature было опубликовано о том, что у монозиготных однояйцевых близняшек, у одной из них был удален яичник и пересажен другой сестре. Это метод трансплантации, проводимый известной группой ДНС. Как вы, возможно, знаете, группа ДНС в 2004 году впервые в мире провела трансплантацию авариальной ткани. Они используют замороженную ткань яичников методом имплантации. Другой хирургический метод с помощью лапароскопии проводят трансплантацию ткани яичника, и в этой группе можно увидеть трансплантацию авариальной ткани яичниковую ямку. Другая группа – это пациенты, перенесшие операцию по эндометриозу, когда удаленную во время операции авариальную ткань снова трансплантируют, так как жаль утилизировать просто так. Это тот случай, когда удаленная во время операции ткань яичника была имплантирована непосредственно в ретроперитониальное пространство. Было подтверждение наличия живой ткани яичника позже при повторной лапароскопии. Другой хирургический метод – это роботизированная трансплантация ткани яичников, которая была впервые проведена группой Октей в 2010 году. Я тоже участвовал в этой операции. После рассечения яичника разморозили хранившуюся в замороженном виде ткань яичника. После шивания ткань яичника в кожной ткани, называемой аладермой, затем путем шивания трансплантировали яичник в исходное место. Тонкоизмельченные ткани яичника трансплантировали в оставшийся яичник с противоположной стороны или путем инъекции за брюшенное пространство. Если вы посмотрите здесь, можете увидеть место трансплантации овариальной ткани. Это окончательный вид. Впоследствии в 2013 году было сообщено о мультиисследовании. Три группы в Бельгии, Дании и Испании сообщили о результатах криоконсервации и трансплантации тканей яичников. Вероятность восстановления функции яичников составила 92,9%. Сообщается, что для восстановления эндокринной функции требуется 3,5-6,5 месяцев. Также сообщалось о случаях беременности и родов. Известно, что продолжительность жизни этих пересаженных тканей яичников зависит от различных факторов, и самым важным является возраст пациента на момент криоконсервации. Важен базовый авариальный резерв, история лечения рака, метод и техника подготовки тканей яичника, протокол замораживания, количество замороженных и пересаженных тканей яичника, а также место трансплантации. Все это важно. Это отчет, выпущенный нашей командой. И когда мы исследовали количество кумулятивных живых родов, было зарегистрировано более 80 живорождений по всему методу, объявленного группой ДНЕС в 2004-2018 годах. И большинство из них сообщали о живорождении живого плода в результате медленного замораживания, а не ветрификации. Первый случай ветрификации был в Японии в группе Кавамура и Судзуки. Кроме того, были добавлены еще две группы из трех упомянутых ранее. Когда мы исследовали коэффициент живорождения при криоконсервации и трансплантации ткани яичника, у 111 человек, у 29% пациентков наступила беременность. Итак, группа ДНЕС представит доклад по теме «Является ли криоконсервация и трансплантация тканей яичников не экспериментальным методом, а методом клинического применения?» Это будет успешный случай с моей пациенткой, которой впервые в Корее удалось провести криоконсервацию и трансплантацию тканей яичников. Пациентке 23 года был поставлен диагноз рака шейки матки, поэтому план лечения включал одновременную химиолучевую терапию. Поскольку пациенту предстояла лучевая терапия, была выполнена транспозиция обоих яичников, чтобы избежать недостаточности яичников из-за облучения, что было выполнено лапарадскопией. Одновременно с транспозицией обоих яичников была выполнена частичная резекция ткани яичника для замораживания. Это изображение МРТ и ПЭТ-КТ. Как вы видите, темно-серая часть — это рак. Слева — это параметриальное вторжение, характерное для стадии 2Б, а это изображение ПЭТ-КТ. Это ткань яичника, полученная путем частичной резекции тканей правого и левого яичников при хирургической операции пациента. Фактически, у пациентки были кисты яичников, поэтому сама ткань была плохой. Я подготовился к криоконсервации. В 2011 году осуществлена ветрификация. Пациентка полностью вылечилась в 2016 году и через 5 лет вышла замуж. Поэтому, поскольку пациентка сильно хотела трансплантацию ткани яичника, перед трансплантацией некоторые ткани были диафрастированы. Вначале проведен тест на наличие живых фолликул яичников. Подтвердилось небольшое количество фолликул яичника. После этого подготовился к операции. В общей сложности было разморожено 150 кусочков ткани. Я начал размораживать ткань яичника одновременно с операцией. Это был мой первый подобный случай, поэтому я решил выбрать лапаротомию среди различных методов трансплантации и это вид во время операции. Если вы присмотритесь, поскольку пациентка прошла лучевую терапию, вы можете увидеть выраженный фиброз на стенках таза. Здесь мы сделали три тазовых мешочка. Как видите, после изготовления мешочка, подготовленные нарезанные маленькими кусочками ткани яичника были имплантированы. Были наложены швы из викрила, операция завершена. Если вы последовательно посмотрите на состояние пациента, то в 2011 году пациент прошел CCRT, одновременная химио-лучевая терапия, и вы увидите, что сразу наступила ПОВ – преждевременная недостаточность яичников. Здесь желтая кривая – это гормон ФСГ, а оранжевая кривая – уровень эстрадиола. Поскольку ФСГ вышел свыше 45, ей диагностировали преждевременную недостаточность яичников. После заместительной гормональной терапии с 2012 по 2016 год пациентка вышла замуж в 2016 году и захотела трансплантацию ткани яичника. Поэтому в июне 2016 года была проведена операция, и спустя 5 месяцев после операции было подтверждено, что у пациента снизился ФСГ и повысился уровень эстрадиола, что привело к гормональному восстановлению. Это снимки компьютерной томографии, сделанной после трансплантации. И обе области, которые вы видите здесь, являются предполагаемыми областями для трансплантации. Этот случай был записан в европейском журнале по гинекологической онкологии как первый успешный случай в Корее. Как я уже сказал ранее, такие клинические случаи не реализуются немедленно, а применяются путем накопления опыта, посредством различных экспериментов и исследований. Это исследование проводилось в течение пяти лет при поддержке Корейского исследовательского фонда на сумму около 500 миллионов рублей. С вашего согласия, позвольте мне рассказать вам об операции по сохранению фертильности, которую мы можем провести при гинекологическом раке. Прежде всего, если я расскажу о раке шейки матки, то, как я говорил ранее, транспозиция яичников известна как стандартный способ уменьшения повреждения яичников у пациентов, получающих лучевую терапию. Важное местоположение транспозиции ткани яичника. Чтобы объяснить положение пациента, когда поле для излучения во время облучения тазовой части, верхний предел, пятый позвонок поясничного отдела. Следовательно, в этом положении вам нужно перенести яичник по крайней мере на верхнюю часть поясничного отдела. Если вы посмотрите на КТ этого пациента, когда я проверяю снимки КТ, взад и вперед, это положение будет областью пупка пациента. Поэтому, когда я выполняю лапароскопическую операцию, камера в основном вставляется в пупок. Но если вы переместитесь в этот пупок, куда входит камера, это будет положение, в котором можно сохранить яичники, избегая поля излучения. Опять же, самое главное – это положение транспозиции. Тогда как я могу проверить положение? Я помечаю его зажимом после выполнения транспозиции яичника, а затем просто проверяю его с помощью рентгена. Как видите, это положение будет правым яичником. Это будет верх верхней доски. Если вы посмотрите с другой стороны, вы увидите, что зажим находится здесь. Это не очень хорошее место. Чтобы легко проверить, была ли транспозиция яичника пациентки успешной или нет, я использую зажим. В этом случае он может выглядеть так. Если исходное положение было установлено неправильно, а если послеоперационный швей рассасывается, яичник из исходного положения может опуститься. Итак, я использую зажим для проверки расположения яичника. Далее мы будем использовать трахелоктемию при операбельном раке. Как вы знаете, трахелоктемия – это метод рассечения пораженной шейки матки и сшивания оставшейся части матки и влагалища. Проводится женщинам ниже 40-45 лет, желающим сохранить фертильность. При стадии рака A1 или от IA2 до A1. Предполагается, что размер опухоли должен быть меньше 2 см. Если он больше 2 см, риск заболевания повышается. Наличие плоскоклеточного и аденосквамального типа клеток – это показания для проведения трахелоктемии. при рассмотрении онкологических и родовых вмешательствах существует метанализ для рассмотрения трахелоктемии. При рассмотрении в общей сложности 619 пациенток частота рецидивов составила 3,5%, а уровень смертности – 1,9%. В общем, 236 человек, попытавшихся забеременеть, 66 из которых достигли третьего триместра. 85% из них родились через 32 недели. Особенно в случае большого размера опухоли, если вы хотите зачать ребенка, мы можем выполнить неоадювантную химиотерапию, уменьшить размер опухоли и провести конизацию или трахелоктемию. В результате этого исследования 42 случая с размером более 2 см, из которых рецидивы были только в трех случаях. Таким образом, после неоадювантной химиотерапии можно рассмотреть вариант конизации или трахелоктемии. Конизация может быть выполнена при IA1 и IA2. Если вы посмотрите руководство NCCN, в случае IA1, неинвазивного лимфососудистого пространства, можно выполнить только конусную биопсию. При выполнении операции рекомендуется оставлять края с запасом в 3 мм, без фрагментации. Однако, в случае IA1 используется LVSI или тот же метод, что и IA2D. Но для подтверждения мета-анализа тазовых лимфатических узлов рекомендуется диссекция тазовых лимфатических узлов. Давайте рассмотрим рак яичников. Как вы знаете, есть доброкачественные, пограничные и злокачественные формы рака яичников. Доброкачественный, естественно, удаляется консервативным методом и не вызывает беспокойств. Рассмотрим хирургические методы пограничных и злокачественных опухолей. В случае пограничных опухолей цистектомия иногда выполняется, пока не будет подтверждено патологическое исследование. Односторонняя сальпингоафректомия может быть выполнена при явном подозрении на пограничную опухоль. В этом случае цистектомия имеет более высокую частоту рецидива, чем сальпингоафректомия. Она более высокая, но нет никакой разницы в выживаемости для обоих случаев. Пограничный тип имеет очень хорошую выживаемость. При сравнении частоты рецидивов односторонней сальпингоафректомии и цистектомии, верхний является пограничным серозного типа, а нижний – пограничной опухолью муцинозного типа. При сравнении серозного типа и муцинозного типа, последние имеют более высокую частоту рецидивов. Однако нет разницы в частоте наступления беременности как при односторонней сальпингоафректомии, так и при цистектомии. Другими словами, я хочу сказать, что отсутствие одного яичника не снижает вдвое процент наступления беременности. Как сообщалось, что фертильность не снижалась с одним яичником по сравнению с наличием обоих яичников. Не было никакой разницы частоты наступления беременности, но сообщалось, что продолжительность репродуктивной жизни была короче. Таким образом, можно видеть, что односторонняя сальпингоафректомия также существенно не отличается по частоте наступления беременности. Руководство NCCN также рекомендует проводить УЗИ для операций по сохранению фертильности. Типы рака яичников можно разделить на эпителиальные, пуповинно-стромальные и зародышевые клетки. Почти 90% из них известны как эпителиальные. Это результат сохранения фертильности у пациентов с раком яичников. Как вы можете видеть, при операции по сохранению фертильности, если она выше, чем стадия IC или степень 3, то выживаемость значительно хуже. Следовательно, стадия, на которой мы можем выполнить операцию по сохранению фертильности при раке яичников, варьируется от 1A до C, степень от 1 до 2. В случае зародышевой опухоли, дисгерминомы первой стадии, незрелой тератомы, дисгерминомы 1A и 1B стадии, незрелой тератомы 1A и 1 стадии, эмбриональной опухоли стадии 1A, опухоли желточного мешка стадии 1A, то являются показаниями для консервативной односторонней сальпингоафректомии. В случае опухоли стромы полового тяжа яичников, на первой стадии может быть проведена операция по сохранению фертильности со односторонней сальпингоафректомией. Однако, поскольку гистологический тип опухоли стромы полового тяжа очень сложен, рекомендуется проверить по классификации ВОЗ и является ли патология злокачественной или доброкачественной. Корциносаркома, известная как злокачественные смешанные мюллеровые опухоли, среди клеточных типов рака яичников, имеют очень плохой прогноз, поэтому рекомендуется проводить стадирование полностью, а сохранение фертильности не рекомендуется. Однако, среди моих пациентов была 25-летняя пациентка, у которой были крупные опухоли, частичная МММТ и корциносаркома. Была проведена односторонняя сальпингоафректомия, и после химиотерапии таксолом и карбоплотином пациентка до сих пор чувствует себя хорошо. Однако, такие случаи очень редки, и решение об операции следует принимать после достаточной консультации с пациентом. И в заключении рассмотрим рак эндометрия. Рак эндометрия имеет стадии рака. Если посмотреть на критерий, по которым мы можем рекомендовать сохранение фертильности, то при раке эндометрия только хорошо дифференцированный эндометриоидный рак первой степени может обеспечить сохранение фертильности. Это должно быть подтверждено обследованием выскабливания. В пациентке был поставлен диагноз эндометриальный рак, который можно установить с помощью МРТ или УЗИ. МРТ является более рекомендованным методом, чем УЗИ. Не должно быть никаких метастазов и противопоказаний медикаментозного лечения для сохранения фертильности. Пациентка должна вначале пройти консультацию о том, как эти методы лечения влияют на рак. Мы проводим кюретаж эндометрия при раке эндометрия. При гормональной терапии используются такие препараты, как медроксипрокрестерона ацетат и магистрола ацетат. В дополнение к этому препарату может использоваться ЛНГ-ВМС. Эти препараты рекомендованы для непрерывной терапии. При рассмотрении метанализа онкологических исходов и исходов беременности частота регресса у пациентков составила 76%, частота рецидивов 40%, а частота живорождений 28%. Я считаю важным объяснить пациентке эти онкологические результаты и вероятности беременности. Другой отчет состоит в том, что в некоторых группах результаты беременности превышают 60%. Среди различных методов ЛНГ-ИУД превосходят другие методы. Это руководство НССН по раку эндометрия. У пациенток с этим показанием может быть выполнено сохранение фертильности. Кроме того, когда проводится это лечение, считается, что для определения эффекта лечения забор эндометрия следует проводить каждые 3-6 месяцев. Этот забор образцов эндометрия может быть выполнен DEC. Также может быть выполнена биопсия эндометрия. Если через 6-9 месяцев после этого у пациента будет рак, необходимо будет провести хирургическое вмешательство, включая гистектомию. Если у пациента будет полный ответ, можно планировать беременность, и после родов рекомендуется хирургическое вмешательство для выполнения гистектомии. Тогда многим из вас может быть интересно, как сохранить яичники при раннем раке эндометрия. Несмотря на то, что существует множество докладов, в большинстве статей сообщается, что можно безопасно сохранить яичник при раннем раке эндометрия и выполнить только гистектомию. Нет никакой разницы в выживаемости пациентки, поэтому в том случае можно сохранить яичник при раннем раке эндометрия у молодых женщин. Это краткий отчет, статья, который я опубликовал, содержит показания, варианты и комментарии для каждого из видов рака шейки матки, рака яичников и рака эндометрия. Поэтому смотрите ссылку к статье. И в заключении. До сих пор мы рассматривали вопрос о сохранении фертильности. Но у таких пациенток, больных раком, химиотерапия и лучевая терапия могут вызвать преждевременную недостаточность яичников и бесплодие. Наш долг – объяснить таким пациентам до получения лечения о возможных побочных эффектах. В противном случае это может стать большой проблемой вплоть до подачи иска в суд. Поэтому важно при выполнении операции по сохранению фертильности или приема лекарств полностью объяснить пациентке для понимания результатов онкологического лечения и результатов беременности. Как я уже сказал, это невозможно сделать при запущенном раке. Можно сделать при раннем раке. Хирургическая консервативная операция – это лучший способ выполнить задачи. Это статьи по сохранению фертильности, которые я написал. Если вам нужны различные материалы, можете обращаться к ним. И моя основная статья «Значение раннего обращения к сохранению фертильности у молодых женщин с раком груди» в журнале клинической онкологии была опубликована в 2010 году в качестве первого автора. Спасибо, что прослушали лекцию. С вами был профессор Ли Сан-Хун, который работает в клинике Ан-Нам при Университете Корёде. Продолжение следует... Продолжение следует...